Отделения ветеринарных служб Хакасии проводят крупные рейды в зоне особого наблюдения. Это несколько районов Абакан и Черногорск. Специалисты пересчитывают хозяйство со свиньями в частных секторах. В пределах 7 тысяч дворов по республике Хакасия уже именно попавших в зону наблюдения. У нас в связи с установлением эпизодического очага на территории Минусинского района Коснярского края Хакасия вошла в зону наблюдения. 100 километровая зона, ну не 100 километровая, а 80 километровая зона. В Черногорске такие рейды связаны в том числе и с подозрениями, которые возникли у Рослихознадзора. Есть мнение, что в городе не все хозяйства со свиньями официально зарегистрированы. На некоторых подворьях либо двери не открывают, либо животных прячут, говорят специалисты. Ведь в прошлую пятницу в районе девятой шахты была обнаружена крупная свалка туш животных, зараженных африканской чумой. На данный момент неизвестно, откуда они взялись. На сегодняшний день следственные мероприятия проводятся в Министерство внутренних дел. Подготовлены и направлены письма с целью выявления владельца вот этих вот биологических отходов. Из-за африканской чумы минусинские фермеры понесли колоссальные убытки. В селе Малая Минуса, где и был обнаружен первый очаг заражения, массово кремировали туши животных. В радиусе пяти километров теперь нет ни одной живой свиньи. В это же время в Алтайском и Баградском районах нашли мёртвых поросят. Однако в первом случае экспертиза показала, мясо не заражено, во втором – материал пока не готов. А на территории Усть-Камыштинского сельсовета в Аскийском районе ввели режим особого наблюдения. Будут отбираться биологические пробы для исследования и получения результатов на данное заболевание. Просьба владельцев животных относиться с пониманием, нам предоставлять доступ к животным. Сейчас ввоз в Хакасию свинины частично ограничен. Разрешён только с проверенных предприятий, где на каждое животное заведена медицинская карточка. Но говорить о введении карантина на региональном уровне пока не приходится. На данный момент ведётся учёт поголовья скота, в дальнейшем – периодическое обследование. У наших соседей в Минусинском районе карантин будет действовать 30 дней. Если всё будет спокойно, продлевать его не станут.